Добрый привет! С вами я, Юлия Крейзнэйлс. Наши новогодние ногти вернулись. Я, конечно, думала, что не доживут эти 3D-слайдеры на левой руке, что тот, тем более, который прислонен к торцу, сразу же отвалится, но, как видите, нет, все продержалось до коррекции, я прям была удивлена. Но это база хайт, она реально все держит. В этом видео я покажу, как я исправляю ногти, которые закручиваются сильно в трубочку, и вообще расскажу, как с такими ногтями работать. Я думаю, вам будет интересна такая информация, потому что такие ногти встречаются довольно часто. У нашей модели это на указательных пальцах. У нее очень сильная арка там, и, соответственно, когда смотришь на ноготь, он уже не такой красивой формы, как все остальные. Если же у вас ноготь немного скручивается, к примеру, форма овала или миндаля, то после опила вы можете поставить пилку под ноготочек и полностью пройтись по всему периметру. Тем самым вы выровняете боковые параллели, то, что сейчас как раз делаю я. Доработаете максимально форму и как раз-таки уберете немножечко закрученные боковые параллели. И вот мы видим, что у нас указательный пальчик скрученный, и здесь это не очень ярко выражено, но все-таки отличается от остальных ногтей. То есть здесь ногтевая пластина получается намного уже за счет того, что он сворачивается в трубку ноготочек, и мы решили это исправить. Мы берем, как обычно, наносим бескислотный праймер, дальше наношу тонким слоем базу, и после присушки базы я наношу акригель от Луи Филипп и стягиваю его аккуратненько вниз, похлопывающими движениями апельсиновой палочкой. И в конце беру кисточкой прохожусь, выглаживаю максимально поверх, чтобы меньше потом пилить фрезой. Плюс-минус задаю форму, и дальше я ставлю пилку строго под ноготь, и начинаю выпиливать нашу арку изнутри, чтобы максимально ноготь был ровный, ну то есть не то чтобы ровный, а была стандартная арка ногтя, а не слишком закрученная. Обязательно выпиливаю ноготь изнутри, чтобы у нас не было в дальнейшем отслоек, и все, наш ноготочек готов. Так что пользуйтесь этим способом, тем более работа с акригелем абсолютно простая. Здесь самое главное, все зависит от дальнейшего опила этого акригеля. Еще по поводу скрученных ногтей, очень часто скрученные ногти бывают на форме квадрат. Так вот, конечно же в этом случае только скорректировать это можно будет, либо убрав длину под самый корень практически, либо же все-таки до нарастив сверху объем материалом, и выпиливание натурального ногтя изнутри. Только таким образом, чтобы была красивая, эстетически правильная форма. Но опять же, не все клиенты хотят избавляться от своих натуральных ногтей, и они говорят, я буду ходить до конца своих дней с такими закрученными, перекрученными, но это зато мои. Как говорится, хозяин барин. Я вычищаю аптериги фрезой пламя, к мизовской, 0,23 диаметр, и дальше при помощи двизеров делаю срез. И все, наши ногти готовы к покрытию. У нас сегодня будет несложный дизайн, и почему-то он мне напоминает уже что-то из весеннего. Ну, потому что и оттенки такие, и у нас будут цветочки. В общем, у меня уже внутри прям весна, потому что Новый год закончился, все, хочется тепла. Я беру два цвета от Louis Philippe. Это оттенки голубого, один более светлый, другой чуть поярче. И, в общем-то, мы сейчас будем их наносить на ногти. Всю продукцию, которую вы увидите в этом видео, вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине Crazy Nail Shop. Ссылка будет обязательно в описании. Наношу цветники в два слоя, хорошо наносятся, не полосят, и при этом замечательно выравниваются. В этом видео мы будем делать с вами акварель, я ее давно не сделала. В этом видео не будет никаких сложных цветков. Это будет такое нежное, воздушное, все легкое. Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как делать акварель, я наношу на пальчики, где будет дизайн, фольгу опала. Это еще придаст более интересный эффект ноготочком с акварелью. После этого я беру вельветовый топ от Рокси. Я рисую по матовому топу, и только этому он идеально подходит для акварели. Если вы рисуете акварелькой и не можете найти подходящий топ, советую вам попробовать. У меня много разных матовых топов, но они очень сильно впитывают краску, и акварель не получается совсем. Дальше сушим матовый топ и начинаю рисовать. Я уже рассказывала, что акварели есть две техники, и я работаю техникой, как я ее называю, из галочки. То есть мы берем цвет акварельный любой, рисуем галочку плотную, дальше набираем на кисть немножко водички, и водичкой аккуратненько размываем эту краску, создавая лепестки. Дальше я жду, пока краска просохнет акварельная, и также из той же самой серединки, откуда выходил наш первый лепесток, также рисую еще одну галочку из плотного цвета акварели, только другого оттенка. Также беру, смачиваю кисть водички и размываю аккуратненько кончиком кисточки, создавая еще один лепесток. И так на всех, собственно, пальцах. Здесь нужно просто немножко потренироваться с акварелькой, приловчиться и размывать только контур, а не всю галочку, иначе у вас не получатся красивые элементы. На самом деле мы ту долю, что добавить, и по итогу решили оставить так эти цветочки. Мы потом взяли, просто перекрыли все глянцевым топом, и добавили стразики Сваровские, и сажали мы стразики на каучуковую базу Хайт. Я уже говорила, что она держит абсолютно все. У нас получился не перегруженный дизайн, очень легкий. Напишите, пожалуйста, под видео, что бы вы добавили еще к этому дизайну. Возможно, вам чего-то не хватило, мне будет интересно. Мы пробовали просто делать прорисовку белой гель-краской, какие-то линии добавлять, но все не то. Ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я вам всем говорю, до скорых встреч, творческих успехов, и пока-пока!